здравствуйте вы смотрите программу 15 в студии андрей маланов у нас гостях сегодня татьяна кусова она заместитель начальника территориального управления пенсионного фонда по нашему городу и поговорим мы сегодня о пенсионной реформе которая вот у нас грядет добрый день расскажите нам пожалуйста что же вот за новеллы готовит нам наше российское правительство что это за пенсионная реформа нас ожидает добрый день я думаю что слова новеллы немножечко не подходит к нашему сегодняшнему разговору сегодня я хотела бы затронуть тему того какие изменения действительно коснуться пенсионного законодательства и настоящий момент правительством российской федерации в госдуму представлен законопроект который вносит изменения в определенные законодательные акты в первую очередь вам хотелось бы сказать на что это направлено кого она коснется и вообще ради чего вот эти изменения направлены правительство значит я так думаю что данная тема вообще интересна для каждого жителя не только нашего города нашей страны она актуальна потому что она коснется всех как сегодняшних пенсионеров так и тех наших граждан которые пойдут на пенсию либо ближайшее время либо тех кто пойдут на пенсию позже в первую очередь законопроект направлен на то чтобы повысить жизненный уровень сегодняшних пенсионеров он предполагает законопроект поэтапное увеличение пенсионного возраста наших с вами граждан если у нас начиная с 1930-х годов пенсионный возраст в стране был установлен в рамках мужчинам 60 лет а женщинам 55 лет и он вот на протяжении достаточно долгого практически столетнего возраста не менялся периода не менялся то настоящий момент считается что назрело такое изменение изменение пенсионного возраста которые в том числе обусловленные тем что у нас на сегодняшний момент как по новосибирской области так и в городе берске количество пенсионеров для нашего в нашем городе берске в стутысячном городе которые проживают достаточно у нас весомая серьезная цифра это 30 32 тысячи 400 человек это на 1 августа а на 1 июля мы собирали статистику это было 32 тысячи 300 то есть практически за месяц у нас количество пенсионеров не единожды мною было сказано в средствах массовой информации по объективным субъективным причинам роста и количества роста числа наших пенсионеров одним из таких весомых факторов влияющий на численность жителей города берска пенсионного возраста является миграция к нам много в город берск приезжает пенсионеров из ближнего зарубежья в том числе и жителей крайнего севера много пенсионеров если вот рассматривать нашу статистику кто является пенсионерами это у нас пенсионеры льготники в том числе вот и северяне на сегодняшний момент 20 процентов пенсионеров это пенсионеры которые оформили пенсию досрочно в том числе это педработники медработники это работники которые ушли на пенсию ранее по спискам 1 и списком 2 чтобы было понятно кто это и у нас и газоэлектросварщики и те работники которые работают в металлургии то есть условия труда позволяют им уходить на пенсию раньше чем в абсолютно верно в шахтеры и так далее вот это количество вот данных пенсионеров это 20 процентов от общего количества тех граждан которые оформили страховую пенсию как я уже сказала что у нас количество пенсионеров практически сравнялось в городе берске работающих и тех кто находится на пенсии и каждый работающих обеспечивает одного пенсионера чтобы сбалансировать данные показатели и планируется произвести увеличение пенсионного возраста чтобы ну какой-то произошел баланс в том числе и на будущее учитывая демографическую ситуацию стране на сегодня то есть условно говоря мы уменьшаем искусственным образом таким образом да количество пенсионеров но отодвигая вот срок выхода на пенсию пенсионеров становится со временем меньше количество работающих становится соответственно больше и эти работающие могут обеспечивать дальше уже тех людей которые ну вы знаете я правильно понимаю логику вот этого закона можно сказать следующее что правительством делается большие подвижки к тому чтобы вот ситуацию с работающими гражданами пенсионерами привести в более менее нормальное состояние мы с вами помним 90-е года когда рождаемость резко падала с целью того чтобы рождаемость у нас повысилась у нас и были изменены определенные законодательные акты в том числе и вы знаете мы говорили с вами стимулирующего характера введен материнский семейный капитал чтобы рождаемость стране повышалась и на сегодня мы видим что действительно у нас и в городе берске в том числе рождаемость превышает смертность однако же не сработало пришлось все-таки увеличивать пенсионный ну знаете у нас был принят еще другой закон который оказался не очень популярен среди населения да он был состав состоял в том что каждый гражданин может отложить выход на пенсию за это получать определенные премиальные баллы ну то есть человек работает продолжает да накапливает премиальные баллы да не оформляется нет не оформляясь на пенсию например сегодня у меня есть право выйти на пенсию но я не оформляю и за этот год я получаю определенный премиальный балл и мой размер пенсии будет выше к сожалению у нас в городе берске очень мало таких людей в основном это военные пенсионеры для которых мы с знаем говорили у них нет базовой части у них только есть страховая часть и для них не не столь была существенная потеря данных денежных средств то есть вот эта часть тоже не не совсем была популярна и востребована ну вот вероятно что принимая такое решение о том что необходимо повысить пенсионный возраст и вот возник такой законопроект что он собой предполагает значит поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин и для женщин мужчина до 65 лет а у женщин до 63 лет то есть у женщин на 8 лет мужчин на 5 лет поэтапно каждый год будет прибавлен по одному году у нас увеличиваться и вот если этот законопроект в том виде в котором он сегодня существует будет принят нас в 2019 году на пенсию на страховую пенсию граждане оформляться не будут это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения соответственно эти граждане в данной возрастной категории данных годов рождения они у нас будут оформляться пенсию соответственно 2020 году и так поэтапно будет увеличен этот возраст до в следующем году еще на год еще на год и так далее это будет у нас до 2028 года у мужчин и до 2034 года у женщин вот по бердску хотелось бы ситуацию вот так вот понять у нас также как примерно такое же соотношение как в среднем по россии между работающими и не работающими людьми просто говорят же как вот один из аргументов как вы правильно заметили что количество неработающих людей пенсионного возраста у нас увеличивается и скоро уже сравняется с числом работающих и работающим станет ну сложно уже проблематично как-то содержать вот этих людей поддерживать их социально вы знаете вот по россии сказать я сегодня не могу могу сказать чтобы новосибирской области абсолютно аналогичная ситуация в новосибирской области у нас только знаете с небольшим изменением да в новосибирской области у нас количество работающих пенсионеров уже практически сравнялось в городе берске она тоже сравнялась и вот мы проводили статистику по тем досрочникам которые у нас есть что в новосибирске что в городе берске 20 процентов и тех и других граждан оформляются на пенсию досрочно там с небольшими там цифрами после запятой 20 процентов это достаточно серьезная цифра с одной единственной разницей средств на выплату пенсии новосибирской области сама себя обеспечивает где-то процентов на 80 а вот город берск он себя где-то обеспечивает процентов на 30 чтобы было понятно масштаб бедствия города это налоговое поступление это поступление да в бюджет сейчас у нас администрирует страховые взносы налоговые органы от порядка 30 33 процентов ну там разные показатели по месяцам у нас обеспеченность собственными средствами на выплату пенсии города берска это при том что у нас количество работающих и количество пенсионеров они фактически равны то есть нам помогает область нам помогает федеральный бюджет федеральный бюджет да федеральный бюджет обеспечивает своевременность выплаты пенсии едем дальше что у нас вот по работающим пенсионерам есть же люди да которые как вы заметили да у них наступает пенсионный возраст но они не не хотят идти на пенсию они решают поработаю ка я еще лет пять вот сколько у нас таких людей которые не прекращают трудовую деятельность работают и ждут пенсию сегодня мы можем абсолютно с вами точно назвать эту цифру мы 1 августа произвели корректировку страховой части работающим пенсионерам и как мы говорили уже ранее эта корректировка у нас составляла максимально три пенсионных балла три пенсионных коэффициента и каждый коэффициент у нас имеет определенную стоимость и в общей сумме прирост страховой части трудовой пенсии работающим пенсионерам не мог превышать двести сорок четыре рубля сорок семь копейка то есть это максимальная цифра максимальную прибавку у нас получила две тысячи восемьсот семьдесят пять жителей города берска а всего перерасчету корректировки страховой части у нас подлежало восемь тысяч девятьсот человек у всех были цифры разные ну скажем так двадцать пять процентов у нас получили максимальную увеличение а остальные получили кто сколько заработал минимальная цифра у нас была это восемь копеек восемь копеек ну это скорее всего просто человек в прошлом году совсем чуть-чуть где-то там подработал или там один-два дня это все учитывается корректировку мы сейчас осматриваем обрабатываем все суммы выплачены если вдруг у кого-то возникли вопросы кому-то корректировка не была произведена можно обратиться в пенсионный фонд и мы с каждым поработаем индивидуально если человек работал в две тысячи семнадцатом году и ему корректировка не была сделана по количеству работающих пенсионеров связи с тем что у нас 1 февраля для работающих пенсионеров каждого года теперь не проводится индексация то о чем мы говорили да пока человек является работающий вот количество работающих пенсионеров у нас снизилась если ранее у нас их было где-то порядка там 12 тысяч на город берс то теперь вот цифра у нас составляет восемь тысяч девятьсот почти девять ну почти девять тысяч да но хочется сказать что когда вот вышел тот законодательный акт который нам прекратил индексацию да в соответствии с которым была прекращена индексация пенсии работающим пенсионерам с 1 февраля у нас резкое было снижение оно составляло количество работающих пенсионеров с 12 до 7 тысяч ну поэтапно но теперь у нас снова получилась то есть три тысячи условно говоря решили не получить ну раз мы не получаем индексацию а пойдем-ка мы на пенсию ну это было я не знаю что решили что подвигло их нам в этот выбор может быть да может быть решение акулиляция есть какая-то то есть да но резкое снижение работающих пенсионеров у нас было в 2016 году это было резкое снижение потом оно начало увеличиться выравниваться но до конца пока того показателя который был в 2015 году пока пока мы не достигли того показателя который был в 2015 году а вот в среднем интересно ежегодно вот сколько у нас человек в бердске уходит на пенсию вы помните вы знаете очень трудно сказать но я могу сказать что ежемесячно пенсионный фонд принимает порядка 100 120 заявлений о новом назначении пенсии то есть вот такой показатель у нас есть то есть условно говоря это чуть больше тысячи в год у нас выходит на пенсию ну это те кто уходит на пенсию да ну мы должны понимать что мы не полагаем что в этом году вот у нас 32 тысячи 400 а в следующем году у нас будет 33 тысячи потому что у нас же есть и естественная убыль населения поэтому ну да есть и в таком случае вот вот эти меры которые предлагает правительство вот как вот вы с точки зрения специалиста видите вот это количество выходящих на пенсию она уменьшится ежегодно то есть ты где-то примерно около тысячи в год вот она уменьшится конечно в какой пропорции не представляли не подсчитывали не пытались мы не пытались мы не пытались статистику подсчитывать но абсолютно однозначно что если у нас следующем году не будет тысячи новых заявлений о назначении пенсии новых то цифра очевидна хочется сказать что у нас есть та категория наших пенсионеров кого-то законодательства этот проект еще раз говорим о нем проект это еще не закон он еще не принят он еще не подписан президентом да он еще это мы мы сегодня говорим только о том что планируется и в каком виде планируется принять а будет ли он именно в этом виде сегодня говорить абсолютно рано но есть та категория наших пенсионеров для кого этот закон он не коснется это вот всевозможных наших льготников кроме пед метработников творческих которые идут на пенсию раньше вот у них будут небольшие изменения других наших категорий летчики шахтеры металлурги водители работники сплав состава лесной промышленности которые имеют право на досрочный выход на пенсии их оно не коснется не коснется этот закон законопроект сегодня не рассматривается увеличение пенсионного возраста для матерей и отцов детей инвалидов воспитывающих вот как у них было 50 лет женщины 55 лет мужчины точно так же этот возраст и остается их не затрагивает не затрагивает этот законопроект чернобыльцев которые претендовали на досрочную пенсию такого нашей категории жителей страны как лилипутов они имели право на досрочную пенсию то есть вот не всех категорий наших граждан вот этот законопроект коснется но в основную массу конечно он затронет пропед медработников и творческих личностей что предполагается изменение по ним если сегодня у нас законе прописано что человек отработав например педагогу 25 лет имеет право выйти на пенсию раньше то теперь вот этот вот стаж необходимый для выхода на пенсию он остается но он все равно будет отложен на вот эти 8 лет чтобы было понятно например сегодня молодая девушка заканчивая вуз 24 года идет работать и работает 25 лет учителем она могла бы пойти на пенсию ранее 49 лет то в дальнейшем к этим 49 годам будет добавлено поэтапно еще 8 лет то есть человек 49 плюс 8 57 лет она будет иметь право пойти на пенсию не в 63 как по закону пойдет человек у которого не было права пойти на досрочную пенсию он пойдет чуть 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 пораньше поэтому вот когда мы рассказывали всем нашим жителям города о том что надо считать свой каждый день трудового стажа и это будет важно и всегда это будет важно сегодня это становится актуальным еще почему потому что вот данный законопроект он предполагает право пойти на пенсию любому гражданину раньше при выработке 40 лет трудового стажа то есть вот тут вот такой еще камешек подводный то есть есть такая есть так есть такое предложение чтобы если у человека есть 40 лет трудового стажа он пошел на два года раньше ну конечно 40 лет трудового стажа заработать это сейчас достаточно сложно поэтому это надо с 20 до 60 лет условно говоря работа да непрерывно да вот непрерывно но мы должны же понимать что у нас есть с вами не страховые периоды которые тоже включаются в трудовой стаж это уход за ребенком служба в армии то нас уход за престарелым гражданином либо нетрудоспособным 80-летним либо инвалидом первой группы вот эти все периоды они тоже включаются на страховой стаж и тоже в эти 40 лет будут входить во плюс еще льготные исчисления сюда же сюда же может подключаться да допустим если у человека идет год за два нет это трудовой это трудовой стаж это трудовой стаж поэтому сейчас когда вот мы проводим в школах разъяснительные работы и уроки пенсионной грамотности мы всегда говорим что необходимо вот устраивайтесь вы летом где-то подрабатывать воде это неважно где-то газеты вы по почтовым ящикам разносите пожалуйста следите за тем чтобы то трудоустройство было обязательно официально даже на один месяц даже на один месяц потому что когда наступает право идти на пенсию мы считаем все дни все 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 начиная так это можно даже вот с младых ногтей буквально лет с 14 и заработать себе на пенсию не ждать там 20 ну по крайней мере а думать об этом необходимо потому что когда наступает пенсия считается каждый день если нам даст законодатель такую возможность пойти чуть чуть раньше на пенсию конечно каждый будет рад воспользоваться ладно вернемся тогда все-таки к выгодам которые предоставляет нам вот это законодательство вот этот новый закон что выиграют пенсионеры то от этого сегодняшние сегодняшние пенсионеры вы знаете последнее время очень много обращений в пенсионный фонд как и по телефону так и на прием к руководителям на приходит наши пенсионеры и просят разъяснить образом им будет увеличено сейчас средства массовой информации по телевидению говорят про то что им каждому пенсионеру не работающему будет увеличена пенсия на тысячу рублей ежемесячно и наши вот к сожалению граждане не совсем правильно понимают что же предполагается сделать и каким образом вот будет рождаться эта тысяча они приходят и спрашивают когда я получу свою тысячу рублей нас в основном приходят и спрашивают правильно ли мы понимаем что каждый месяц у нас будет прибавляться эта тысяча плюс тысяча плюс тысячи плюс тысячи плюс тысячи правильно так в общем то за год можно и хорошо пенсию да это это так предполагают пенсионеры значит что же предполагается законопроектом предполагается что у нас будет изменен порядок индексации пенсии это опять у нас коснется только неработающих пенсионеров абсолютно правильно планируется 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 в законопроекте индексацию делать не с 1 февраля с 1 января планируется что она будет вот эта индексация проходить опережающими темпами если у нас например в 2017 году размер индексации был 3,7 процентов и на 2018 год планируется что в 19 он было тоже где-то инфляция будет составляться и индексация 3 процента то планируется сделать индексацию не на 3 процента а на 7 процентов вот эти 7 процентов к размеру пенсии и средний берется размер пенсии когда рассчитывалось правительством и откуда взялась эта тысяча что это у нас 14 тысяч где-то 200 вот 14 200 умножаем на 7 процентов и вот у нас получается это тысяча рублей и таким образом у нас вот эти 14 тысяч к ним прибавляется тысяча и получается новый размер пенсии предполагаем да что то будет с 1 января 15 200 и 15 200 будет получать граждане в течение всего календарного года на следующий год там уже а на следующий год будет у нас тоже планируется правительством тоже будет индексация выше того уровня инфляции который рассчитает правительство то есть берется уровень инфляции умножается на определенный коэффициент и вот полученная число это и будет собственно та индексация да наши пенсионеры сегодня с каким вопросом обращаются они полагают что тысяча будет добавлено всем в равном размере если вы помните у нас был такой момент когда у нас индексация была сделана ниже уровня инфляции и в декабре года каждому доплатили по 5 тысяч было дело то вот в данный момент ситуация немножко другая не планируется сегодня по законодательству прибавить каждому к пенсии по тысяче планируется что индексация будет другая вот 15 будет и все и эта цифра пойдет если размер у человека пенсии 10 тысяч то тогда 10 тысяч умножаем на 7 процентов это получится не тысяча 700 рублей кроме того у нас есть такая категория наших граждан и это очень большая категория граждан у которых размер пенсии низок он ниже прожиточного уровня пенсионера например человек заработал всего себе 6 тысяч рублей и ему до прожиточного уровня пенсионера доплачивает федеральную социальную доплату фсд и он получает 8 тысяч 725 рублей так вот этому человеку это индексация будет проходить на эти 6 тысяч 6 тысяч на 7 процентов умножается и в этом случае у нас что произойдет с вами у нас произойдет что у этих людей будет сумма фсд меньше размер будет он получать тот же самый у нас таких пенсионеров 14 с половиной процентов от общего количества получателей пенсии в городе берске то есть вот эти граждан вот это увеличение не затронется за исключением того случая если к примеру у человека пенсия низкая ниже прожиточного уровня но вот это фсд маленькая например у него там пенсия восемь с половиной и ему там всего там 100 100 200 рублей доплачивать тогда ему будут сделать эту индексацию у него уже пенсия выйдет на новый уровень он будет меньше но все равно перейдет эту границу прожиточного уровня то есть вот таким образом у нас планируется производить по закону индексацию пенсии в следующем году закон еще не подписан есть вероятность что может быть что-то будет и немножко по-другому что ж спасибо вам огромное за разъяснение у нас в гостях была татьяна кусова заместитель начальника управления пенсионного фонда по городу бердску вы смотрели программу 15 мы рассуждали о грядущей пенсионной реформе в студии работал андрей маланов всего вам доброго и